Ярким культурным событием в Нерюнгре стал большой праздничный концерт, который прошел в Центре культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина, посвященный 25-летнему юбилею Центра. Уже четверть века коллективы Центра радуют жителей и гостей города своими яркими номерами и постановками. 25 лет Центру культуры и духовности. Мы рады всегда зрителям. Сегодня был концерт. Это концерт, так скажем, подведения итогов, итогов нашей работы. У нас есть достойные коллективы. Их не меньше 15. У нас прекрасные солисты, у нас прекрасные танцоры, у нас все прекрасные участники коллективов. Участники коллективов у нас от 3 лет до 87. То есть это диапазон возраста. И они всегда с радостью, с удовольствием приходят в наши стены, всегда с радостью, с удовольствием выступают на сцене. Не только на нашей сцене, но и на сценах других городов, других стран. Коллективы нашего Центра объехали весь мир. То есть были даже в Америке на материке, то есть ездили, выступали. Завоевывали первые места. За 25 лет более 15 тысяч людей прошло через Центр. Это только участники коллективов. А зрителей, я не знаю, наверное, больше миллиона, которые побывали в наших стенах. Центр культуры и духовности имени Пушкина в Нерюнгре стал самым настоящим эпицентром культурной жизни. Местом притяжения жителей и гостей города. Здесь проходят все праздники, торжественные собрания и все самые важные и значимые события Нерюнгринского района. Центр духовности и культуры имени Александра Сергеевича Пушкина 25 лет в городе Нерюнгре. Сегодня я уже отметил, что очень классно, что именно жизнь, такую творческую, культурную жизнь в этот Центр вдохнули люди большого таланта, титаны от культуры, которые вдохнув один раз в жизни, это все идет. И очень отрадно отметить, что все новые и новые поколения, они не менее талантливые, не менее одаренные. Они также сияют и несут нам настоящую радость, такую культурную, досуговую радость. И на самом деле мы получаем настоящее эстетическое удовольствие. Приходя сюда, каждый нерюнгринец, каждый гость нашего города получает по-настоящему вдохновение. По-другому не скажешь. Поэтому от всей души поздравляю весь коллектив с этим прекрасным юбилеем. 25 лет прекрасный юбилей. И все только начинается. Ежедневно в стенах Центра кипит жизнь. Участники их коллективов разучивают тексты, оттачивают вокал, отрабатывают ритм. Здесь занимаются и находят себе занятия маленькие дети, школьники, студенты, взрослое население и пенсионеры. Самое важное здание в городе Нереве – это Центр культуры и духовности, это Дом духовности. Поэтому я поздравляю все коллективы Центра культуры. Желаем им счастья, желаем им развития. Мы максимально со стороны городской администрации будем уделять внимание развитию этого здания. В этом году мы начинаем некоторые ремонтные работы. Вы увидите Центр культуры совсем в другом виде. Я поздравляю, желаю счастья, здоровья, развития нашему Центру культуры и духовности. Творческие коллективы, которые занимаются в Центре, хорошо знакомы всем жителям района и не только. Неревенгринские артисты являются участниками и лауреатами многих республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Нас не догонят! 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 Сегодня в нашем Центре аншлаг по тому, как мы празднуем Серебряный юбилей 25 лет Центру культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина. Это огромная работа и сегодня выступали все творческие коллективы, которые хотели удивить, порадовать и вспомнить, что у нас было и представить, что еще будет. Я искренне хочу поздравить всех наших творческих людей, чтобы у них не иссякала энергия, чтобы всегда творили, дерзали и сияли. И огромное спасибо нашему любимому зрителю, который приходит на наши концерты и дарит нам замечательные аплодисменты. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить руководство, которое выделяет средства для того, чтобы наши творческие коллективы покоряли важные города и страны, даря свое искусство. Спасибо всем! Сегодня Центр культуры и духовности предлагает досуговую деятельность на любой вкус и для любого возраста. Спортивные кружки, народные и современные танцы, вокал, театральное мастерство. Сияй, гори, и миру о любви говори. Гори, сияй, и все, что есть в любви, отдавай. Гори, сияй. Ну что, сегодня у нас 13 апреля, сегодня 25 лет Центра культуры Пушкина. Как меня назвали на сцене, я работник без году неделя. Я здесь отработала 4 года, но я очень счастлива, что попала сюда, на эту сцену, и именно на этот юбилей 25 лет. Я думаю, что все получилось, все остались довольны. Мы показали все-все-все коллективы, показали всех руководителей. Даже наш директор сегодня открыл практически этот концерт. Был фейерверк, салют, и мы счастливы! Подобные учреждения всегда объединяли людей, развивали культурное пространство в обществе. Являясь площадкой для проведения различных мероприятий. Концерты, выставки, постановки позволяют каждому человеку расширить свой кругозор, узнать что-то новое, пообщаться с единомышленниками, найти новых друзей и поделиться своими творческими достижениями. Еще не весь раздачу порог, живем душою молодее. Мы счастье, где-то бросим, но враг поют сверва. Душей нам 28, не 82. Мы счастье, где-то бросим, но враг поют сверва. Душей нам 28, не 82. Сегодня состоялся концерт, посвященный 25-летию Центра культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина. Замечательные коллективы, народные, профессиональные, которые у нас во Дворце культуры 15, все показали свои лучшие номера. Как приятно, что у нас столько молодых руководителей, которые выросли за 25 лет уже очень талантливых руководителей. И мы очень рады, что молодежь, которая идет за нами, она очень талантливая, позитивная. Что хочется еще сказать, что зал был очень теплый. Зрители аплодировали, кричали «Браво!». Ну и, конечно, низкий поклон и глубокое уважение нашей дорогой Светлане Назарчук. Это главный наш режиссер, которая на протяжении многих-многих лет монтирует, репетирует. Марина Трубникова тоже музыкальные номера, все эти, как бы, репетировала с нами. Финал, открытия. Очень хорошие у нас руководители, очень хорошие коллеги. И хотелось бы пожелать всем еще новых высот, новых побед на фестивалях, потому что фестивали у нас всегда лауреаты, гран-при фестиваля мы занимаем. Вот на республике, когда приезжаем. Пусть у нас будет больше наград. Ну вот только что я вручал цветы Светлане Назарчук. Прекраснейший концерт, отличнейшее впечатление. В Ниринге я не был 10 лет. Был на 15-летие дворца, вот теперь на 25-летие. Спасибо Татьяне Ивановне за то, что пригласила меня. У нее чудесная, кстати, студия, у нее клуб поэтов, поэзии. Мы с ней давние друзья, поэтому я с большим удовольствием откликнулся на это приглашение и не пожалел ни разу об этом. Ну могу немножко сказать о том, как строился этот дворец культуры. Дело в том, что когда-то у нас было Министерство угольной промышленности, они затеяли строительство этого дворца, но министерство ликвидировали, и приехал министр Щадов Михаил Иванович, говорит, все, я ничего больше сделать не могу, давайте замораживайте строительство. А я как раз уже работал за отделом культуры здесь, напротив администрации, с болью сердца видел вот эти фундаменты, ну и начал поднимать народ, будировать, давайте достроим его, как-нибудь хоть методом народной стройки. Стрелин Эдуард Яковлевич тогда был, поддержал меня горячо. Хочу неренгринцев поздравить с тем, что у них такой шикарный дворец, что они его любят, что здесь столько много детей, ведь здесь же хотели сделать дворец пионеров в свое время. А некоторые умники говорили, что ты делаешь, Толкачев, ты такую 15 тысяч квадратных метров хочешь повесить на шею городу нашему, мы же не потянем. Оказывается, потянули и очень даже неплохо, и очень хорошо. Поэтому пусть этот корабль плывет, наше светлое будущее, а мы будем радоваться. Красочные шоу и яркие выступления – это в первую очередь заслуга творческих руководителей и сотрудников центра. Здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела. И на торжественном концерте многие были отмечены заслуженными наградами за свою работу. Решением коллегии Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия за плодотворный труд и вклад в развитие культуры Республики Саха-Якутия почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» наградить Никитину Юрию Михайловну, руководителя полуостровного трансмасса, председатель Ильбову Юрию Михайловну, руководителя студии «Отверска-2». Демьер! Большое аплодисменты! Эмоции, конечно же, зашкаливают. Это было неожиданно настолько. Молчали все, кто знал. И когда мы вышли на сцену, когда назвали, какая это награда, а это награда долгожданная, очень желанная, и, скажем так, большая работа была проделана ради этого, и мы плакали по-настоящему. Это были слезы счастья, и сейчас еще до сих пор трясет, хотя прошло столько времени, минуты. Планы – работать дальше, радовать зрителей, растить, взращивать молодое поколение. Мужчины с умной музыки, водопады сяк, и посуда нужна, встала чайная. А мы видим, что аура праздника потепла просто необычайная. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все 25 лет Центр культуры и духовности живет и дышит творчеством, находясь в центре самых ярких событий, идет в ногу со временем, не забывая при этом о богатейшем культурном наследии. Пройдено много этапов, накоплен богатый репертуар и традиции. Сотрудники и коллективы не устают увлекать зрителей своей энергией и дарить положительные эмоции и радость. Культура – это магия искусства. В ней сила разума и благородство чувства и память долгая на много-много лет тем, кто несет в народ культуры свет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова